Всем привет! Меня зовут Максим Сафронов. Сегодня я хочу вам рассказать о том, почему я решил, чтобы мой сын учился в Финляндии. Много разных мыслей было по этому поводу. Сначала думали о том, чтобы он учился в России, потом думали о том, чтобы он учился в Финляндии. В результате конечным решением и, собственно говоря, решением сына было желание сына учиться в Финляндии. Почему и зачем мы решили это сделать именно так? Для любого родителя очень важно, чтобы ребенок развивался в своем направлении. То есть то, что ему интересно больше всего, в том, он будет силен, тем он будет увлечен и тем он в том направлении потратит большое количество времени. Сейчас вы можете сказать, что мой сын любит играть на компьютере и он будет только играть, играть, играть. Соглашусь 100%. У меня сын тоже любит играть в компьютерные игры и точно так же, как и все остальные, любит позависать в соцсетях и так далее. Сейчас я говорю не об этом. Сейчас я говорю о том, в стране Финляндии так или иначе ребенок начинает понимать о том, каким способом он начинает зарабатывать деньги. В России есть возможность зарабатывать деньги, ничего фактически не производя. Да, на данный момент существуют возможности. Я сейчас говорю не про криминал. В Финляндии, так как это капиталистического склада страна, здесь основной валовый продукт, это все-таки не ресурсы, не оружие, это продукты народного потребления. То есть то, что нужно людям, это и будет производиться этой страной. Итак, он попадает в эту систему. И дальше он должен определиться, какой продукт этот молодой человек может сделать этой стране, этим людям и так далее. Что он в конечном итоге и будет делать. И дальше он идет в образовательное учреждение. Образовательное учреждение получает запрос из службы занятости о том, какие профессии наиболее востребованы на данный момент. Берем самый низ. Автомеханики, водопроводчики, электрики, строители и так далее. То есть эти профессии, которые нужны, будут постоянно. Дальше мой сын может выбрать либо идти в ПТУ, в профессиональное училище, либо идти в 10-11 класс и дальше поступать в университет. В моем случае я ему предложил идти на профессиональное училище сначала, для того, чтобы он освоил какую-нибудь профессию. Здесь для меня важно, чтобы он понял, что его руки могут что-то делать. Не обязательно, чтобы он стал сантехником или электриком, а для того, чтобы у него был какой-то жизненно необходимый навык, который ему может пригодиться в его обычной житейской жизни. То есть, грубо говоря, я ему предложил идти в профессиональное училище, для того, чтобы... Как бы школа для мальчиков. То есть он начнет делать что-то дома своими руками. Дальше. Следующий момент. Это университет. Выбор университета здесь я хотел бы положиться только на том, в чем он на самом деле очень увлечен. Если он увлечен, например, историей, значит, какие варианты могут быть здесь? То есть или изучение истории, или преподавание истории, или еще какой-нибудь любой другой, мне возможно, неизместный формат. Поэтому следующим, в моем понимании, должен быть университет. Потому что я хочу, чтобы мой сын имел высшее образование и имел больший ракурс возможностей, нежели чем человек со средним или техническим образованием. Поэтому будем действовать так. Я не знаю, закончит он это учебное заведение, пойдет ли он дальше в университет. На данный момент я сейчас рассказываю о том, какими мыслями я вооружен для того, чтобы достигать каких-то целей. Теперь поговорим о профессионально-техническом образовании. В чем разница ПТУ в России, ПТУ в Финляндии? На мой взгляд, абсолютно субъективно. Я был в ПТУ в России и ни разу не учился ни одного дня в ПТУ в Финляндии. Поэтому здесь, пожалуйста, не судите строго. Итак, ПТУ в России, на мой взгляд, так или иначе, в конце обучения все ученики получают аттестат об окончании этого учебного заведения. И дальше они будут либо хорошими специалистами, либо плохими, в зависимости от того, насколько они хорошо учились в этом ПТУ. В Финляндии их подгоняют под определенный стандарт. Этот стандарт позволяет им решать минимальный набор задач по данной специальности. То есть, если это электрик, его однозначно научат соединять провода, и чтобы он в этом не путался. То есть, это минимальная программа, которую они будут осваивать, и там он будет железно понимать, как это сделать. То есть, он в соединении проводов не накосячит 100%. Дальше он получает аттестат. В моем понимании, это будет электрик, которого могут взять в любую контору, и, приходя на рабочее место, он четко будет понимать свою задачу. То есть, он не будет спрашивать, что нужно делать. В варианте с российским ПТУ нам преподается очень-очень большой объем информации, который не всегда нам нужен. И, приходя на рабочее место, у нас есть вопросы о том, что конкретно нужно делать и как. Вот в этом разница, на мой взгляд, ПТУ в Финляндии и ПТУ в России. Университет. Университет в Финляндии, университет в России. Опять же, я в Финляндии в университете не учился, только субъективное мнение, наблюдение и так далее. В Финляндии система образования построена таким образом, что детский сад очень легко. Light, light прямо. Дальше идет школа. Тоже. Дети растут, соответственно, чуть-чуть увеличиваются сложности. Дальше идет учебное заведение, ПТУ или так далее. И дальше идет университет. По мере возрастания человека, сложность увеличивается. Когда я закончил среднюю школу в России и после этого смотрел на университет, разницы в сложности я не почувствовал. То есть, везде были те же задания. Все точно так же шло. В Финляндии уровень ответственности и уровень знаний, уровень требований растет относительно возраста. То есть, вот эта вещь мне очень нравится. И я надеюсь на то, что в университете, когда уже личность более-менее созрела, то дальше идет большая подача в большем объеме и в более направленное. Будем смотреть, что получится из моего сына. И я надеюсь, что каким-нибудь образом мои мысли подскажут вам, что нужно сделать с вашим ребенком. Ну или по крайней мере для общей информации. Все. У меня на этом все сегодня. Всем удачи и пока.